Экибастузская исполнительница авторских песен, поэтесса Райхана Бикеева завоевала второе место в номинации «Лучший автор слов и музыки» в Республиканском фестивале бардовской песни «Медные струны Жизказгана». Это мой первый фестиваль, где я приняла участие, где уже участвовала в конкурсе и заняла второе место как лучший автор слов и музыки. Фестиваль вообще провели на высшем уровне. Участников где-то в районе 20 участников было. Встретили нас вообще, обслуживание, сервис на высшем уровне. Я мечтаю, чтобы наша область провела такой фестиваль. На фестивале автор представила две, на ее взгляд, подходящие для зрителя песни. Одна из них мотивационная для молодого поколения «Дорога надежды». Я прошу просения, сейчас у меня вообще пневмония, и я на антибиотиках. Как сейчас у меня получится, я не знаю. Путь истины не легок и непрост, но ты не поддавайся искушениям, и даже средь войны море слез. Иди всегда, дорогою надежды. Иди, иди. Райхан Абикеева родом из Ахтугайского района. С 98-го года живет в Экибастузе, но в промежутке лет пять прожила в Алматы, где хорошо известно большому кругу общественности, как известный талантливый поэт, исполнитель авторских песен, потомок великой личности казахского народа. Я вообще являюсь правнучкой Естая Беркенбаева. Это мой прямой потомок. Пишу стихи с детства, сколько себя помню. Лет пять я пожила в Алма-Ате. У меня там сестренка, актриса театра и кино Динара Абикеева. Вот она недавно приезжала, здесь премьера фильма ее была с ее ролью. Песни первые я написала в 11-м году, когда умер отец. Вот посвящение ему было. Где-то песен 5-6, наверное. Их спела Динара в Алма-Ате записала. Вот пару песен она исполнила. Разговор с выдающимся прадедом вылился в трогающую душу композицию под названием «К ангелу». Это была вторая песня, исполненная Райханна в фестивале в Жесказгане. Жюри высоко оценила сюжет песни. Я пишу очень быстро экспромтом. Пишу за 2-3 минуты. Но в течение нескольких часов нахожусь в каком-то трансовом состоянии. И они работают абсолютно над рифмой. Они приходят сами в виде образов. Как бы кино смотрю. И пишу за 2-3 минуты очень быстро. Стихов написано очень много. Это бесполезно считать. Я и не пыталась. Книгу издавали? Я выпускалась в журнале. Вот на Изотас. Сборник в процессе. Ребята, которые... Мы проводили концерт, посвященный выводу войск из Афганистана. И была такая история. Один афганистанец, который служил там, воевал. Он позвонил ко мне с просьбой написать стихотворение. И рассказывал историю. И пока он рассказывал эту историю, я уже в это время синхронно сразу написала стихотворение. Довольно-таки длинное. И по окончанию разговора, когда я ему начала читать эти стихи, он очень сильно удивился. И восхитился. И попросил меня. Говорит, для меня будет честь издать, для нас будет честь издать ваш сборник. Ну, сейчас вот я корректирую. А поэты, они люди творческие, немножко безалаберные в этом плане. Вот. В процессе сборник будет. Кстати, талант поэта и композитора Райхан передался ее младшей дочери Аделии. Она музыкант, многократный лауреат международных конкурсов. Сама Райхан состоит в литературном объединении в Павлодаре, член творческого объединения бардов и поэтов. Именно в Павлодарской области я раскрылась недавно, вот 4 года, как я полностью уже начала раскрываться. Я раньше стеснялась или я считала, что это никому не нужно. Когда у меня был критический период в жизни, я прочитала одну книгу, которая дала мне такую мотивацию, что мне захотелось жить. И я тогда поняла, что творчество – это очень сильная вещь, которая несет свет людям, и что нужно этим заниматься. Я не тружусь, это мне дается как бы свыше. Я считаю, что я просто посредник-проводник. Как организатор концертов, Райхан вместе с членами творческого объединения бардов и поэтов надеется найти поддержку от управления или отдела культуры, чтобы провести масштабный фестиваль и в нашей области с привлечением большого количества зрителей.